Сегодня опять говорим про цену биткоина, я там нашёл кое-чё. Сегодня опять говорим про цену биткоина, и да, ребята, это происходит сегодня. Решение от биткоина и эфириума появится буквально в течение нескольких часов. И о чём же я, в общем-то, говорю? Я на самом деле хотел сделать видео ближе к вечеру. Но да, опять же, я нашёл кое-что на графиках, и я просто должен был рассказать вам об этом. И знаете что, ребята? То, что произойдёт в следующие несколько часов, определит то, в каком направлении пойдёт биткоин в ближайшем времени. Для всех тех, кто до сих пор не понимает, о чём я говорю, для начала вы, скорее всего, помните, что вчера биткоин прорвался из этого W-паттерна и дошёл очень близко до моей цены, которую я прогнозировал. Не идеально, конечно, но очень-очень близко. А как вы помните, мы всегда забираем прибыли раньше цели. Я, конечно, не торговал, но я видел, что многие из вас делали это. Поэтому поздравляю вас. Однако мы сильно упали вниз. Сейчас биткоин через W уходит на ретест. Что же это значит? Объём даст нам ответ. Но обязательно досмотрите до конца, потому что самое главное здесь – это эфириум. Кстати, да, ребята, пока не забыл. Многие из вас торгуют, очевидно. И вы сейчас находитесь на очень прибыльном канале. Но не все из вас используют наши бонусные ссылки. И я на самом деле этого не понимаю. Если вы уже торгуете, если вы уже опытный трейдер, вам стоит использовать эти ссылки. У меня для вас 2520 долларов бесплатно. Если пролистаете вниз и кликните по ссылкам после вашего депозита, а всё это займёт буквально минуту, вы сможете получить 2520 долларов. Можете торговать с этим бесплатным бонусом из 40-х с левереджем. Это трейд на 100 тысяч долларов. Итак, ещё раз, ребята, что мы видим здесь? Особенно со слухами на фоне Фейсбука о том, что он покупает биткоин. А затем они выкатили отчёт за квартал, и все слухи были уничтожены. А биткоин упал. Но суть в том, что у нас было огромное количество объёма на этой коррекции. Боки были достаточно сильны. И затем биткоин упал. И объёма, по сути, никакого не было, чтобы вернуться. Поэтому для меня это может быть первым звоночком о том, что это может быть ложный пробой. И о том, что биткоин не достигнет нашей медвежьей цены в 52 500 долларов. Конечно, это может случиться, но только в случае, если у нас будет очень мощное сопротивление. Если будет сильная коррекция вниз. Если бы я шортил здесь, я бы торговал здесь. Но пока что всё ведёт к тому, что это потенциальный ложный пробой на биткоине. И если мы закроем часовую свечу опять внутри этого паттерна, я бы тогда ждал одной специальной цены, про которую я поговорю чуть позже в этом видео. Для начала хочу показать вам, почему лично я думаю, что это может быть ложный пробой. Как вы помните, мы считаем эфириум очень-очень часто, особенно последние пару дней и даже недель, как лидирующий индикатор, который показывает, что происходит с биткоином. Значит, что если эфириум прорывается наверх, тогда биткоин пойдёт за ним после. Если же эфириум пробьётся вниз, значит, что биткоин пойдёт за ним дальше. За последние дни и недели это случалось очень-очень много раз. И за счёт эфириума мы не только получили прибыль, но также он предотвратил нас от потерь. Особенно последний раз, когда мы обнаружили ложный пробой на биткоине, и не стали здесь шортить, потому что эфириум не пробился. Итак, сейчас биткоин пробился вниз, но эфириум всё ещё находится внутри этого паттерна, что ведёт к тому, что, возможно, биткоин также вернётся внутрь этого паттерна. Давайте подождём и посмотрим, что случится. И для начала давайте сфокусируемся на том, какая у меня цель для эфириума. Для начала я могу представить, что эфириум поднимется и начнёт ретестить восходящую поддержку где-то на уровне в 2 800, что сочетается с уровнем 1 414. Но если же мы пробьёмся выше, тогда стоит смотреть на совершенно другие цели. Конечно же, первая цена, на которую стоит смотреть, это золотое сечение по Фибоначчи на уровне в 2 970. И затем, конечно же, поскольку эфириум продолжает двигаться внутри этого паттерна, тогда нужно будет взять последнюю точку касания. Ну, на данный момент получается, что нам нужно будет взять где-то здесь, что получается довольно консервативно. И на самом деле это довольно неплохо обычно. Итак, если же это растянуть чуть дальше, в таком случае вы увидите, что цель на цену приведёт нас выше уровня в 3000 долларов, 3070-3080 долларов. Это цель на цену для эфириума. Однако, какая же моя цена для биткоина сейчас? Но для начала нам нужно, чтобы здесь сыграли быки. Потому что вы уже знаете, ребята, если биткоин отклонится здесь, тогда мы будем смотреть на цену, по крайней мере, в 52 500 долларов. Это медвежья цена, которую нам нужно будет держать в голове, в случае, если у нас будет отклонение здесь. Если же биткоин вернётся в этот паттерн, можно будет открывать шампанское. И в таком случае мы можем смотреть на цены, ну, по крайней мере, для начала нужно будет смотреть на ретест восходящей поддержки, где-то на уровне в 57 тысяч долларов. Но если же мы пробьёмся и через это, из этого паттерна на биткоине, тогда я буду смотреть на цены уже в 52 500 долларов на биткоине. И да, ребята, конечно же, не забывайте, и я уже говорил об этом, что если вы никогда не использовали бонус, Чего же вы, блин, ждёте-то, а? Прямо сейчас вы сможете получить 2520 долларов. Если вы опытный трейдер, можете забрать свои бонусы в описании. Если никогда не использовали их, это хороший момент. Вы получите бонусы, мы получим. После вашего депозита вы получите 2520 долларов. Вместе на всех этих биржах. Можете торговать этим. И 40x левереджем, это будет трейд на сотню тысяч. Если вы их не используете, я даже не знаю, ребят. Думаю, сейчас, если никогда не использовали, самое время сделать это. Сможете торговать совершенно бесплатно этим бонусом. И да, конечно, расскажу про свой трейд на байбит. Он всё ещё открыт у меня, ребята. Как я и обещал. 1,1 миллиона размер позиции. И примерно 9 биткоинов прибыли. Это где-то полмиллиона долларов прибыли. Я не буду его закрывать до своей следующей цели, на которой уже я заберу какую-то прибыль. И это 75 тысяч долларов. Дайте знать, какая у вас цель на цену. И да, ребята, я вполне себе могу представить, что апрель закроется красным. Просто хотел сказать это вам, ребята. У нас ещё есть вероятность подняться в следующий день, 30-го числа. Но я вполне могу представить, что всё закроется красным. И это нам нужно на самом деле. У нас 6 зелёных месяцев. Если 7-й месяц будет красным, это нормально. У нас должен быть хотя бы 1 месяц неприбыльным. И у нас уже было подобное на предыдущем бычьем рынке. Итак, ребята, большое спасибо за просмотр. Увидимся совсем скоро в новом видео на ММКрипто. И как обычно, ребята, пока-пока.